Федеральная программа 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 В этой книге я хочу эту книгу преподнести в школе, его портрет, его биография и то, как он воевал в рядах партизан. Только с января по мае 1943 года отряд Хайркизова истребил около 400 гитлеровцев. Командир отряда лично ликвидировал 55 фашистов. Кичибатуру Хайркизову было присвоено звание лейтенант. А уже в марте 1943 командир партизанской бригады Василий Леонов представил лейтенанта Хайркизова и его верного товарища Юнуса Каракетова к званию Героя Советского Союза. Однако указ не был подписан. Собравшиеся вспоминали боевые подвиги отважных партизан. Когда они притеснили немцев, немцы бросили, сняли с линии действующих своих, сняли и кинули, чтобы подавить наших партизан. Поймали связников, 23 человек. Хайркизов, Кичибатыр подошел к командиру, говорит, надо их вывалить. Ни в коем случае нельзя дать им погибнуть. И а как? Он предложил вариант. Переодел себя сам в полицейскую форму, многих переодел, а некоторые взяли плен и повели в эту деревню, в город то есть. И там он сдавал их гестапо, в это время быстренько сняли охрану и аж поводили вот этих 23 человек. На памятном мероприятии школьники читали стихи и поведали всем о героическом жизненном пути Кичибатыра Хайркизова. Храбрый командир партизанов погиб в бою 8 июня 1943 года, видя сражение с превосходящими силами врага. Отряду Хайркизова удалось остановить вражескую карательную экспедицию. Ты мысли не рождал пустой, огонь победы виден был в глазах, врагам страны в упор глядел, для них ты сожаления не имел, их гнусные речи слушать не хотел. В завершении все участники мероприятия возложили цветы к мемориалу погибшим воинам Великой Отечественной войны. Альхан Лепшоков, Медина Джан Кезова, Олег Малхожев, Весик, Карачаево, Черкесия, Карачаевский район. В ближайшие пару лет в региональной столице будут благоустроены еще 50 дворовых территорий. Это стало возможным благодаря успешной реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды и созданию удобств для отдыха и активного досуга большого числа жителей Черкеска. О нюансах программы и проблемах в репортаже Артура Мхце. Какой не должна быть благоустроенная территория? Представители регионального народного фронта периодически обходят все адреса, где строители проводили ремонтные работы в рамках федеральной программы. Общественники обращают внимание муниципальных властей то на недоработки подрядчиков, то на последующее потребительское отношение людей к предоставленному комфорту. В Черкесске первые заявки от населения на создание под их окнами радующей глаз картины были поданы в конце 2017 года. Вслед за этим рядом с многоэтажными домами началось масштабное обновление мест для отдыха и активного досуга населения. В рамках этой программы предусмотрено благоустройство придомовых территорий. То есть это минимальный перечень работ, это ремонт проезжей части, устройство детской площадки, установка лавочек, фонарей, урн. И дополнительные работы также у нас предусмотрены. Это работы по озеленению территории путем завоза плодородного слоя земли и установка сушек для белья. По каждому двору специалисты мэрии Черкеска составляют дизайн-проект. Далее идет процесс согласования с жителями. Ведь именно им потом пользоваться всем, что появится рядом с домом. Но окончательное решение должно быть, так сказать, коллегиальным. Если люди не придут к компромиссу, строители выполнят для них первоначальный вариант. К слову, масштабность и важность проекта вовсе не гарантируют, что все будет выполнено качественно и в срок. Контроль за этим ведут как представители мэрии, так и общественники. Город Черкесск, фабричная 112. Мы находимся в благоустроенном дворе в 2021 году. Этот двор возглавляет антирейтинг плохих дворов. Здесь детская площадка недоделана полностью, некоторых элементов не хватает. Покрытие резиновое уложено волнами, выпирают торцы. Асфальтовое покрытие без достаточного количества смол уже наблюдается выбоины. А это еще один проблемный двор. Работы по Международной 85 изначально планировали начать пару лет назад. С людьми провели встречу, пообещали спортивную и детскую площадки, удобную парковку и многое другое. Но что-то пошло не так. Реализацию проекта перенесли на следующий год. Правда, на новом макете куда-то исчезла спортивная площадка. Видимо, на нее не нашлось денег. Лишь после обращения горожан к региональным властям место для занятий игровыми дисциплинами также установили. Однако подрядчики и тут показали себя не с лучшей стороны. Чему доказательством служат испорченные мечи и выпирающие острые концы металлической сетки. Нарекания у жителей дома и общественников имелись и к другим компонентам благоустройства. На сегодняшний день уже есть решение суда. Подано также встречное еще заявление о возврате денежных средств, которые подрядчик освоил. Но, тем не менее, эти вопросы не касаются жильцов данного дома. Поэтому руководством мэрии принято решение о выделении бюджетных средств для завершения данных работ. Данные работы мы планируем до июня месяца завершить. Все недостатки исправить и сдать уже готовый двор жителям МКД. Первый этап федеральной программы благоустройства был завершен в Черкесске с опережением графика в прошлом году. С разной степени успеха удалось обустроить около 90 дворов. Вслед за этим вновь было объявлено о приеме заявок от населения. Если ранее все кандидаты оказались в списке, теперь из числа желающих эксперты в итоге оставили лишь около трети. 25 дворов благоустроят в нынешнем году, столько же в 2024. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия. Сегодня Международный день родного языка. Каждый народ – это неповторимая культура, история, традиция, образ жизни. И, конечно же, язык. Сберечь языковую базу большого народа и самой малочисленной народности – очень важная задача. С Днем родного языка жителей многонациональной республики поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. «Давайте беречь и приумножать наше богатство, делать все для того, чтобы язык наших бабушек и дедушек продолжал звучать в прекрасном многоголосии огромной, сильной и единой России», – отметил руководитель региона. Сегодня в Карачаево-Черкесии писали тотальный диктант на языках народов республики. И главной площадкой стал Госуниверситет в Карачаевске. А накануне в историко-культурном музее-заповеднике прошла экскурсия для школьников Черкеска, приуроченная Международному дню родных языков. Альбина Курочинова-Кенжева расскажет подробнее. Мероприятие посвящено Международному дню родного языка, который был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. И отмечается с 2000 года для защиты и содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Научные сотрудники музея провели интересную экскурсию по музею и национальным павильонам. Ребята слушали наставников с большим интересом. Язык народа – это душа народа. И мы, музейно-работники, общаясь, обслуживая, скажем так, население, в основном это у нас студенческая учащаяся молодежь. И мы сталкиваемся с тем, что наша молодежь не владеет родными языками, к великому сожалению, плохо знают родной язык. И буквально несколько лет тому назад, создавая эту экспозицию «Дом национальности», мы, музейно-работники, во главе с нашим директором, пришли к единому мнению подавать этикетаж на двух языках – на русском языке и на родном языке данного комплекса. Проект, обращен к молодому поколению, направлен на привитие любви к родному языку, обычаям и традициям родного края. Неожиданным для преподавателей стал отклик в сердцах и глазах детей ко всему происходящему. Молодое поколение стало тянуться к изучению своих родных языков. Нас сюда пригласили учителя, чтобы посмотреть на наши истории 18 века, чтобы посмотреть, как наши народы жили в те времена. И, честно говоря, мне очень понравилась наша экскурсия. Нам сегодня объясняли всю нашу историю. Сотрудники музея провели познавательную экскурсию и рассказали школьникам, как важно сохранить свой родной язык, связующий наших предков с нами, соединяющий прошлое и будущее. Альбина Курочинова, Кенджи Валик Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Продолжается масленичная неделя, и многие пекут румяный символ весны. Кстати, каждый день имеет свое название. Сегодня заигрыш, смысл его заключается в том, что именно в этот день можно попытать свое счастье и попробовать создать свою семью. О семейных реликвиях, о традициях и о блинах. Репортаж Светланы Шагановой. Хозяйку дома мы застали за приготовлением блинов. Рецепт стандартный. Молоко, яйца, сахар, соль, сода, мука и масло. И плюс хорошее настроение. Нужно не только рецепт, но чтобы душа радовалась, когда ты делаешь, и люди попробуют и скажут спасибо. Раньше блины жарили на чугунной сковороде, рассказывает Роза Назировна. Но сейчас огромный выбор блинец. В них первый блин не будет комом и будет легко сниматься. Но хозяюшка рекомендует смазывать сковороду кукурузным маслом. Это добавит вкуса. Традиция отмечать масленицу идет еще со школы, где Роза Барлакова много лет работала учителем, затем завучем. И как она вспоминает, блинов на масленицу всегда было много, с самой разной начинкой. Накрывали в школе столы и все вместе праздновали вкусный и веселый праздник. И не важно, какой мы национальности и вероисповедания, говорит Роза Назировна. Мы все российский народ, поэтому мое блюдо, твое блюдо, мы все россияне. И мы друг друга поддерживаем, и в то же время мы делаем все блюда, даже 15 республик. В маленькой уютной кухне немало старинных вещей, а точнее кухонной утвари. И каждая имеет свою историю, и главное, хранит в себе память. Роза Назировна очень любит необычные предметы интерьера, как и ее мама, которая, бывая на широких просторах Советского Союза, всегда привозила что-то особенное. Мама очень любила такую эксклюзивную посуду, редкую посуду. Вот этот, например, китайский поднос 61-го года. Тут все старое, но все такое, но любимое. Это то, что осталось от мамы. Кухня – это, по-моему, главная комната женщины. И когда что-то радует глаз, хочется что-то делать. У каждой хозяйки на кухне есть вещь, которая особо дорога. И у Розы Барлаковой есть такая. Эту вещь мама привезла с Кемерово. И сделали, по всей видимости, заключенные. И вот как память о них, мама привезла, и сын очень любил, и мне оно очень нравится. Видно, добрые руки. Может, человек ошибся в жизни, но делали добрые руки. Мне так кажется. А сколько лет этому топорику примерно? Ну, где-то это топорик в 80-х годах. Никакая современная посуда не заменит ту, как говорится, советскую. Сейчас это уже раритет. Как, к примеру, вот такая резная хлебница или медная чаша для приготовления варенья. Ну и какая же масленица без самовара? К ним у Розы Назировны особые отношения. Есть и самый маленький, а есть и самый старинный медный самовар, который хранится в чулане. Старинный Баташовский самовар 1837 года. Имеет медали. Роза Барлакова и экскурсию провела по дому, и стопку блинов напекла. Блинчики готовы. Приятного аппетита. Ароматные, кружевные, в дырочку, блинчики готовы. Теперь настала ваша очередь испечь символ солнца и весны и угостить родных, друзей и соседей. Мы живем среди русских, русские живут среди нас. Поэтому все праздники надо отмечать вместе. Например, блины любит мой внучок. И я делаю с душой, чтобы угостить родных, близких, внучка, невестку, соседей. Роза Барлакова – глубоко интернациональный человек. Трепетно относится к традициям народов. И неважно, какой человек национальности. Главное – уважение друг к другу, добрососедские отношения. И, конечно, дружба, которой и славится наша многонациональная республика. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите интервью с начальником Центра автоматической фиксации административных правонарушений КИБДД Республики Расулом Бастановым и государственным инспектором отдела организационно-аналитической работы и пропаганды управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии Лилии Гогушевой. Тема встречи – рост дорожно-транспортных происшествий, фото- и видеофиксация на дорогах республики. Слово Мадине Каракетовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Лилия, первый вопрос к вам. Завершился 2022 год, и ваше ведомство, как и все остальные, подвело итоги деятельности. Скажите, каким был 2022 год для ГИБДД? Немного статистики. В 2022 году на территории Карачаева-Черкесской республики зарегистрировано 452 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 83 человек и 597 получили ранения различной степени тяжести. А были ли совершены дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних и много ли пострадавших детей? За указанный период на территории республики произошло 50 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых 4 ребенка погибло и 53 получили ранения различной степени тяжести. А как, Лилия, основные причины возникновения дорожно-транспортных происшествий? Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что основными причинами их совершения являются непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил проезда пешеходных переходов, выезд на встречную полосу движения, нарушение скоростного режима, управление автотранспортом в нетрезвом состоянии и так далее. Как начался январь? Что происходит на дорогах Карачао-Черкесии в январе? С начала текущего года на территории республики произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести. За указанный период на территории республики произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых 4 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. То есть у нас наблюдается все-таки рост дорожно-транспортных происшествий. Лиля, начиная с 23 января у вас проходит профилактическая акция, продлится она, насколько я знаю, месяц. Расскажите об этой работе. Кто в ней участвует, что она вообще подразумевает, какие мероприятия будут проводиться? В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий на территории Карачаева-Черкесской республики с 23 января по 22 февраля на территории республики проводится месяц безопасности дорожного движения с максимальным привлечением личного состава Министерства внутренних дел по Карачаевой-Черкесской республике. Главной целью является профилактика дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, а также снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Во время проведения мероприятия особое внимание уделяется нарушениям, повлекшим за собой дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом и с причинением тяжкого вреда здоровью людей. Масштабное профилактическое мероприятие месяц безопасности дорожного движения проходит на территории республики. Сотрудники госавтоинспекции участвуют в проведении минуток безопасности, в проведении мероприятий в школьных и дошкольных учреждениях. Также у нас госавтоинспекция плотно взаимодействует с здравоохранением, проводятся лекции, беседы по оказанию первой медицинской помощи. Вопрос к вам, Руслан. Наши дороги буквально, можно сказать, напичканы приборами фото-видео фиксации. Неужели это как-то не влияет на ситуацию? И вообще, сколько в Карачаево-Черкесии приборов фото-видео фиксации на дорогах установлено? В территории Карачаево-Черкесии установлено 101 комплекс фото-видео фиксации, также 4 комплекса весогабаритного контроля, которые фиксируют не только перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза, также данный аппаратно-программный комплекс весогабаритного контроля позволяет фиксировать и превышение скорости, и также выезд на полосу встречного движения на данном участке. Там за прошлый год было зафиксировано в районе 2000 нарушений, выезды на встречную полосу. Общее количество административного правонарушений, выявленных комплексом фото-видео фиксации, это и нами вынесено более 505 тысяч постановлений за прошлый год. А что собой представляет популярное сейчас программное обеспечение «Паутина»? Специальная программа обеспечения «Паутина» в 2021 году сотрудниками БДР России начала внедряться по всей стране. В нашей республике она появилась в конце июля. Данное программное обеспечение позволяет объединить все комплексы фото-видео фиксации, установленные на территории Российской Федерации, в одно информационно-аналитическое пространство, что позволяет отслеживать передвижение любого разыскиваемого транспортного средства, которое по какой-либо причине разыскивается. Также она позволяет анализировать среди субъектов транспортные средства, которые идентичны, то есть двойники, чтобы не передвигались на территории Российской Федерации. Руслан, а как работает «Паутина» по подложным государственным регистрационным знакам и по транспортным средствам, регистрация которых прекращена уже? Когда транспортное средство, какой-нибудь из данной категории, проезжая через комплекс фото-видео фиксации, через рубеж его контроля, поступает сигнал в дежурную часть. Соответственно, сотрудники дежурной части передают ближайшему наряду ГИБДД для задержания данного транспортного средства и составления материала административного правонарушения в зависимости от правонарушения. То есть нарушитель, зафиксированный в Карачево-Черкесии, может проезжать в Ленинградскую область где-нибудь и все равно там не зафиксирует? Так точно, да. Руслан, а после внедрения вот этого программного обеспечения «Паутина» произошли ли какие-то изменения в отправке постановлений о нарушении? Изменения произошли следующего характера. То, что после вынесения постановлений данное постановление направляется на Почту России, и Почту России уже рассылают на госслуги гражданам, на личные кабинеты. И потом, в дальнейшем, если человек там не прочитал, либо не был уведомлен, распечатывается, направляется уже по месту жительства. А где можно проверить информацию об отсутствии или наличии штрафов? Наличие постановления можно проверить на сайте государственных услуг, личном кабинете, также можно проверить на сайте гибдв.ру, можно проверить в любом коммерческом организации, то бишь в банке, либо прийти в любую гибдв и посмотреть на наличие административных штрафов. Также на свое имя, либо же на транспортное средство. Ну и следующий вопрос, Руслан, вытекающий отсюда же, где можно оплатить штрафы, если таковые у автовладельца имеются? Можно оплачивать через госслуги, можно оплачивать через ГИБДД, через сайт, либо через любую коммерческую организацию. Хотелось бы просто обратить внимание, при уплате административных штрафов через коммерческую бюджетную организацию, просто особое внимание обращать на введенный УН, уникальный номер, потому что он 20-значный. Бывает такое, что гражданин при вводе ошибается в одну цифру, и, соответственно, он оплачивает штраф другого человека. Потом ему приходится писать к нам, приходить к нам, писать обращение, потом возвращать ему деньги и заново уже человеку оплачивать постановление. Чтобы таких нюансов не возникало, я просто хочу обратить внимание, чтобы люди при вводе обращали на это внимание, на УИН. Руслан, Лилия, большое вам спасибо за то, что вы нашли время для того, чтобы принять участие в нашей программе. До встречи.